Очень рад, что все сюда доехали. Кто-то из недалека, кто-то нет. Саша из Рязани. В общем, я не буду долго говорить, занимать ваше время. Мы здесь собрались все на такой небольшой между собойчик, чтобы послушать, во-первых, топов о том, как они решали прошедший вот этот вот чемпионат. Послушать немножко Артура Кадурина, сейчас я его представлю. Валера Бабушкина расскажет нам тоже очень много интересных вещей. Я его, правда, тут пока не вижу. Но он обещал все-таки рассказать, ок ли у нас был с данными. И если он докажет, что был не совсем ок, то я должен угостить его соком. В противном случае он меня квас. Посмотрим. Артур, я, наверное, дам тебе слово. Это Артур Кадурин. Это наша партнерская сторона InSilica, которые помогли сделать этот конкурс, дали данных. За это меня, простите, за это. Артур? Давай я вот так поближе стону. Он что-то будет говорить мне в петличку. Мы можем стоять обнявшись. Надеюсь, это нормально будет выглядеть. Я, на самом деле, хотел сказать, что все ребята молодцы. Я сам сидел в чатике и активно следил за конкурсом, как все происходит. И я видел драму, вот эту, когда люди из топ-10 оказывались, в лучшем случае, в топ-150. И иногда он происходил примерно наоборот. Ну, я имею в виду, конечно, переход от паблика к проекту. Вот. И я с удовольствием отвечу на все вопросы про данные, которые у вас возникли. Я видел, что много вопросов, что много было обсуждения. Почему так произошло, были какие-то предположения, что это было правильное, что-то неправильное. Все вопросы обязательно, если они у вас есть, задавайте, мы с вами их обсудим. Но в целом я хотел сказать, что сам по себе этот конкурс, тот факт, что и Майл.ру в этом участвует, что очень большое количество ребят и профессионалов будущих, возможно, текущих, участвует в решении таких задач, как борьба с старением и, в частности, предсказание сречистостудистых заболеваний у людей по минимальному набору данных. Это прекрасная тенденция во всем Data Science. Наконец-то мы переходим от тассификации котиков к задачам, которые действительно имеют какой-то смысл и явную пользу приносят всем. Поэтому еще раз спасибо. И давайте мы дальше переходим к рассказам, правильно? Да, дальше мы хотим послушать победителя соревнований, Никиту Чуркина. Никита, ты здесь? Никита, здесь? Ну, в общем-то, я расскажу про свое решение. Я так подозреваю, что оно было самое простое, наверное, из таких топовых. Ну, как мне кажется, потому что я смотрел решение других участников, и там иногда было, на мой взгляд, очень как-то сложно, но, может быть, и я не прав. В общем-то, я свой рассказ построил на четырех частях. Признаки предобработка данных, модели, идеи и, собственно, результаты. Могу сказать, что я, в принципе, когда участвовал в этом соревновании, я довольно плавно, потихоньку двигался вверх по лидерборду, но потом застопорился где-то на сорок-каком-то месте. И вот пункт идеи – это именно про то, как я пытался, в общем-то, спрыгнуть с сорокового места куда-то повыше. То есть, вот, участники, которые были в топе на паблике, я так и не понял, как они набрали такой хороший результат, у меня ничего не получалось. Ну, в общем-то, про признаки предобработка. Тут все, в общем, просто. На назначение в тесте я заменял на наиболее частотные по столбцам. То есть, там, по-моему, где-то по 10% были пропуски. Если, допустим, в курении наиболее популярное значение 1, я там заменял пропуски единицей и так далее. То есть, ничего такого. И как это влияет на лидерборд, я тоже не особо следил, так как мне как-то интуитивно показалось, что здесь довольно шумные данные, и какая-то там чистка, она вряд ли кардинально что-то изменит. Хотя, может быть, я опять-таки здесь тоже не прав. Аномальные значения я исправил в столбцах с давлением и ростом. Еще был вес, тоже довольно такой шумный, но я его не трогал. Аномальные значения, но кто участвовал, понимаете, что там были отрицательные, какие-то большие. И, в общем-то, кейсы, по сути, я обрабатывал тоже вручную. И тоже особо на этом не акцентировался. Не знаю, сколько это, какое это мне дало улучшение. Очень аномально низкие давления я выкинул, потому что давление было, верхнее давление, это самый лучший был признак, один из лучших признаков в кредиентном бутинге, поэтому очень низкое давление я решил выкинуть. Вот. Ну и, понятно, для нейронной сетки ванхот-энкодинг, там категориальных фичей и скейлинг. Соответственно, признаки, по сути, все исчерпываются вот этими тремя категориями. Это полученные из основных колонок с помощью арифметических операций. В принципе, оказывается, что не все модели там хорошо могут находить какие-то взаимосвязи. Вроде как они должны там находить умножение и прочее-прочее. Но, как показывает практика, это не всегда так. И, соответственно, умножать, складывать, делить имеет смысл. Это можно сделать как-то автоматически, но я обычно это не делаю. Стараюсь что-то делать осмысленное. Вот. Полученные также ринконтинирования столбцов. Например, age мы можем перевести в... Просто взять целую часть и это склеить с полом. Получится полувозрастная группа. И можно таким образом очень много наплодить разных категориальных признаков. Вот. По сути, я использую по большей части light-GBM. У него есть такая фича, как категориальные фичи. Поэтому там можно не делать one-hot encoding и так далее. Вроде XGBoost тоже научился делать, но я давно им как бы не пользовался так основательно. Поэтому не знаю. И CatBoot, который вот Яндекс выписал, я тоже им пока не пользовался. Но он вроде тоже это умеет делать. То есть сейчас делать one-hot encoding, в принципе, для бустингов это бесполезно, мне кажется. И можно делать сколько угодно этих категорий. Там двойные, тройные интеракции и прочее. Ну и также признаки, полученные таргет-кодированием и каунт-кодированием. Таргет-кодирование не всегда заходит в соревнованиях. Но вот я, например, только недавно освоил эту технику и понял, что по сути соревнования, где это заходит, это обязательно надо делать. Так что всем рекомендую ознакомиться, как это правильно делать. И каунт-кодирование. Каунт-кодирование это просто отображаем какое-то значение, например, в колонке давления, сколько раз оно встречалось в трении, в тесте. Это обычно делаем для всяких деревянных методов. И это также в некоторых саваньях очень хорошо заходит. Вот, например, в соревновании Тинькова, которое было, по-моему, в январе, или в соревновании, к которому я еще буду возвращаться, на Кегле Alt-State Claims Security Service. Так, вот тут кусочек моего фичи импотенса LightGBM. И вот просто примеры признаков, которые я использовал. Соответственно, про комбинации, как это назвать? Арифметическая оболочка, наверное, это назову, когда мы делим, складываем, умножаем. К ним можно отнести индексы веса всякие, Нордана, Брейтмана, просто это я взял из Вики. Также комбинация возраст-пол. Вот у меня все, что слева, признаки, про которые я рассказывал на предыдущем слайде, три категории, они вот подчеркнуты синеньким. Соответственно, вот тут я давление умножил на холестерин. Самый лучший признак – это вот этот средний таргет по давлению up high. Оно тоже само довольно высоко. Uprate, соответственно, это там тоже. Просто деление. Частотность – это, например, здесь видно в самом верху каунт. Что-то там, каунт смог, кажется, количество курящих, а не каунт из колонки up high. Вот. Ну и сглаженное среднее в самом низу. Как, соответственно, проводил отбор признаков? Ну, тут все просто. Во-первых, насчет кросс-валидации. Я использовал Stratify 10 Fold. Вот. Он меня отлично вел на протяжении всего соревнований, за исключением случаев, которые я дальше расскажу. Когда я вырезал некоторые объекты из трейна, тогда получалось расхождение. Даже в том случае, когда у меня получалось завышенный, заниженный лосс локально, потому что я выкидывал плохие примеры, и получался какой-то большой лосс на паблике, на private, это все равно давало очень хорошие места. Ну, вот, по крайней мере, по некоторым сабмишинам точно было так, насколько я могу помнить. Соответственно, как я отбирал признаки? Ну, сначала я взял какие-то первые столбцы. По-моему, там идет давление, да, первому. Поэтому посчитал, какой там CV через LightGBM и добавлял просто по одному признаку. И оставлял, если он значительно улучшает расхвалидацию. Соответственно, осталось там около 30-40 признаков. И так я сделал для всех своих моделей, которые я использовал. Вот. По сути, все. Вот у меня график, но он не очень полный. Я просто поленился потом добавлять точки. У меня было довольно много, получается, сабмишинов в итоге. Ну, довольно все было красиво. Вот тут где-то там нейросеть. В самом низу бустинги, тут логистическая регрессия. Соответственно, модели. Ну, пробовал логистическую регрессию. Так себе она работает. LightGBM. В общем, LightGBM я усреднял с несколькими седами. Но оказалось, что я усреднял с 10 седами, 5, 20 или просто брал 1 сед. У меня все время было шестое место из лучших LightGBM на private, соответственно. Нейронка у меня где-то была на 23 или 24 место, где-то в топ-25. РГФ – это Regularized Grady Forest. На самом деле, какой-то там мотивации использовать именно его в этом соревновании не было. Просто, опять-таки, в соревновании Allstate на Kaggle использовалось… Там не было каких-то… Там были… Вы поднимите руку, кто участвовал или знает. Там были анонимные данные. И, соответственно, какого-то там фьючер-инжиниринга не было. И там просто создавали монстров из кучи разных моделей. И вот тогда я узнал про этот Forest и подумал, что надо как-то его там попробовать. Ну, как бы попробовал, посмотрел. Вот. И я использовал также XGBoost, но я, в принципе, от него постепенно отказываюсь, потому что он в последние соревнования, он проигрывает, мне кажется, LightGBM. LightGBM, он появился, насколько я помню, в окрестностях соревнований Allstate. Тогда он давал хуже качества, чем XGBoost и чем нейронка. Но вот с новой версией он как-то знатно прокачался, и он работает быстрее, чем XGBoost. XGBoost вроде как тоже они там добавили обучение на гистограммах. Вроде стали быстрее, но я не пробовал, но вроде говорят, что все равно медленнее. И, соответственно, XGBoost у меня тоже как бы сыграл там небольшую роль, но я его не тюнил. Вот. У меня лучший сабмишн, в нем был XGBoost, но, в принципе, тот сабмишн я и не выбрал в качестве финального. Вот. От ГБМ я провожу через настройку, через BaySynopt, вообще все гиперпараметры. Вот. Усреднял вот то, что я уже сказал. Разные седы, но, в принципе, они давали какое-то там небольшое улучшение. Это могло быть на паблике 10 мест, направить это было там 0 мест или там 1, не знаю. А нейросеть, вот с нейросетью здесь, я думаю, что надо было делать нейросеть в этом конкурсе, потому что, наверное, не стоит недооценивать как бы способности сеток. Например, в соревновании Кегла от Randhop, который я рассказывал в Яндексе, я не делал тогда нейросеть, у меня что-то не получилось в первый раз, и я это дело бросил. Хотя потом я узнал, что ей было очень, она, можно было ее сделать по-нормальному, ей было неплохо стекать, и, возможно, можно было получить результат гораздо лучше, если ее использовать. Поэтому здесь я старался сделать нейросеть получше. Ну, нейросеть у меня на керосе, 20 скрытых слоев, 60 нейронов, ликерил активации, batch normalization, dropout, в принципе, optimizer Adam, learning rate 6000, большим таким декеем, и learning rate у меня снижался резко до 1000 через фиксированное число итераций. Ну, это, по-моему, не особо дало, не особо, в общем, помогло, но... Вот, ну, про Forrest я уже рассказал, в общем, она вошла в модель финальную с маленьким весом, с каким-то, но я решил его как бы оставить, не зря же делал. Ну, вот теперь я перехожу, соответственно, к такому ключевому моменту. Я, в общем, как уже говорил, я двигался довольно ровно все соревнования, у меня были улучшения небольшие на валидации, они сопровождались небольшим улучшением на лидерборде, я потихоньку двигался вперед, 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 потом я там усреднил нейросеть и бустинг. Это, кстати, тоже волстейт, это была очень хорошая комбинация, можно было вот... у меня там сотое место ровно, и это, по сути, просто усреднение кероса и экзакбуста. Вот, и, соответственно, там я усреднил, хороший получил очень прирост, но дальше я никуда не мог взвинуться, я тут как бы решил исследовать эту проблему. У меня, кстати, в телеграме в официальном нету, я только есть в слэке, но там никто не обсуждал эту задачу, соответственно, я не знал, что делают другие участники, вот пытался как-то решать. Соответственно, я обнаружил такую проблему, что у меня очень много false positive предсказаний на train, потому что данные были сбалансированы, но тут как-то прям явно видно, что правый вот этот кусок гистограммы, он больше. Соответственно, я... мои все идеи, они вот... с того момента, когда я застопывался, они вот крутятся вокруг борьбы с вот этими false positive предсказаниями. Но у меня были основные три идеи. Сначала я решил разобраться как-то более проблемно, почитать статьи, но они были какие-то не особо содержательные, может быть, я плохо искал, но там было что-то на уровне... Вот мы возьмем те же данные, что в задачи, еще возьмем там, поточнее, холостерин какой-нибудь, засунем в бустинг и засунем в forest, и бустинг работает лучше. Вот как бы наши результаты. То есть ничего такого, я каких-то хороших признаков вытащить не смог. То есть я еще думал, надо какие-то еще признаки добавить. Я вот смотрел, например, трансляцию с Яндекса. Я там тоже... там, по-моему, было что-то типа последний знак, последняя цифра давления, что-то такое. Вот я тоже это пробовал, у меня это как-то не зашло. Вот, соответственно, затем я пробовал выкинуть объекты, где очень высокая вероятность, то есть если нам предсказывают алгоритм, что здесь там 0,9, вероятность того, что здесь больной человек, а на самом деле 0, эти объекты я пытался выкидывать. Выкидывал я их просто по одному и заново каждый раз прогонял LightGBM. И вот оказалось, что на самом деле ни к чему это не привело. Вот, было соревнование от Сбербанка на площадке Boosters. Вот Василий Рудцов рассказывал, что там очень хорошо был, хороший алгоритм выбрасывания этих шумных значений. Но вот я как-то пробовал это сделать на Mercedes, в Kegel, Сбербанк и вот здесь. И то есть не во всех задачах это вот так, оказывается, работает. И здесь, во-первых, снижался лосс, он снижался не монотонно. То есть иногда были, он снижался, но иногда были возвраты к предыдущим там значениям. И у меня появился довольно большой разрыв между результатом на лидерборде и на Си. На Си, понятно, он падал, на лидерборде он как-то возрастал. Потом оказалось, что все-таки на прайвете ничего страшного не произошло, но на паблике как-то было страшно. И я не стал выкидывать никаких объектов, вот только те, которые я вначале сказал, с давлением аномальным. Вот, то есть этот подход мне тоже ничего не дал. Ничего я не смог такого придумать. Вот, потом последнее, что я сделал, я обучил нейросеться симметричным логлос. Ну, я его называю симметричным, хотя он просто взвешенный, по сути. То есть можно переписать логлос так, чтобы нейросеть больше наказывалась за false positive или за false negative предсказания. И, возможно, это, я подумал, что может помочь. Вот, снова вернемся к графику. Вот, салатовое предсказание, это сетка, там, лучшая или одна из лучших версий, а зеленая, то же самое, только с вот этим взвешенным логлосом. То есть проблема вот эта немножко частично решилась, этих предсказаний false positive меньше. Но, на самом деле, качество она давала хуже, чем обычная сетка. И, соответственно, я ее тоже, я ее оставил в качестве модели для стекинга. Оказалось, что тоже очень неплохо она там дает, но, как бы, качественного какого-то тоже продвижения не получилось. Вот, и в финальном сабмишене я просто с помощью Skype Optimize искал выпуклую комбинацию RGF, LATGBM и сетки. Это один был из сабмишенов. И, также, у меня был лучший сабмишен локально. Это усреднение, то есть выпуклая комбинация LATGBM, RGF, сетки, логистической регрессии с густа и вот этой асимметричной сетки. Но я его как-то забыл включить в качестве финального сабмишена. Вот, ну и, по сути, результаты, так оказалось, что вот эти идеи мне ничего особо нового не дали. Оказалось, что там за 10 дней до окончания конкурса, он был, по-моему, 15, да, заканчивался. Вот 5 июля я посмотрел, у меня получился первый сабмишен на первое место. И локально я крутился в какой-то там эпсилон окрестности по качеству. Ну и получилось, что на private leaderboard было то же самое. То есть я как бы зашел вот так вот неявно, не знал, что я там как бы направить на первом месте и никуда я так и не смог выйти. Просто где-то там крутился, вот. Соответственно, лучший у меня вот этот результат, это мой забытый как бы сабмишен. Вот он давал практически 0,53, 0,2 на private. Вот. Ну, по сути, тут, наверное, все. Давайте так, если у кого-то есть вопросы, я буду, я поработаю носителем микрофона и буду... Это работает? Это не работает вообще. А... Вот это. Работает, не работает. Вот анонс. Никита, привет, спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, ты написал и сказал, что у тебя было фиксированное количество эпох. Почему не эпох, да? Почему не эпох, если эпох сеть? Ну, да не знаю, я как-то посмотрел, что там сколько у меня было, 30 эпох, кажется. Ну, вроде нормально. Мне кажется, тут я забыл сказать про параметры... От GBM я искал через Bayesian Opt. На самом деле, если бы я ничего не искал, результат был бы тот же, я думаю. То есть тут, мне кажется, и сетку я тоже не особо запарился. То есть я еще включал экспоненциальное... Exponential Moving Average, но это ничего вообще никак не улучшало качество и... Про callback я даже как-то и не думал, просто поставил фиксированное число эпох. То есть, думаю, вряд ли это что-то решало. Кто-нибудь еще? Я выключу, если что, пожалуйста. Выключу? Я включу. У кого-то есть вопросы? Да ладно. Ну, хорошо. Окей. Тогда, Никита, не уходи сейчас. У нас для тебя есть кое-что. Поскольку это все-таки конкурс, мы решили подарить тебе эту безелушку. Это прошлое, последнее. С тач, как называется, с тач-фигней, которая поедет еще вот кнопок. Спасибо. Спасибо, Безуси, за участие. И все равно не уходи, потому что у кого-то может возникнуть все-таки вопрос, пока тебя переоборудуют с этих штук, которые тебе вешали. Я просто, возможно, сейчас убегу. Так что, если есть у кого-то вопросы, может быть, еще, то задайте тогда в перерыве или сейчас. Где ты учился машинному обучению, там, в институте, на курсах? Ну, самостоятельно. Ну, у тебя в институте какая специальность была? Ну, смотрите, я учился на экономической специальности в бакалавриате. Соответственно, потом я учился, сейчас я закончил МИХМАТ, магистратуру. То есть, я математику учил как бы самостоятельно. И, соответственно, я не могу сказать, что я там какой-то эксперт в машинном обучении, но если надо что-то подучить, то это, в принципе, несложно для меня самостоятельно что-то разобрать. Но уж на уровне практического применения алгоритмов и нейросетей, это тут и учить-то нечего, по сути. Вот и все. Может быть, еще кто-то? Нет? Еще вопрос. Еще вопрос, конечно. Там вот было про усредение патарики, это понятно, а с каунтом, можно подробнее? Так, ну каунт это вот, допустим, вот признак по мужчине или женщине, да? Мы, допустим, смотрим, что там в троине 50 тысяч раз мужчина появлялся, там женщина 49 тысяч раз, допустим, да? И в тесте сколько-то раз. И, соответственно, если там мужчине соответствует ноль, то он отображается в количество, в частотность, сколько раз появлялся этот признак. Ну, сколько именно мужчина появлялся и в тесте, и в троине, а женщине, ее число. Ну, тут для двух понятно, что это не особо как-то нового, обычно для признаков, у которых много уровней, это неплохо срабатывает. Вот ближайшие соревнования, которые я помню, Тинькофф и тот же самый L-State Cavill. То есть мы берем общую по всему? Мы берем, да, value counts просто берем и отображаем через value counts. Переобучения здесь нет? Ну, да нет. Ну, тут, конечно, получается типа лир такой, но тут вряд ли, ну, не могу так сказать точно, откуда здесь получится переобучение. Ну, для деревянных методов срабатывает неплохо иногда. Здесь, как бы, ну, здесь не особо, они здесь в хвосте. Вот. Спасибо. Еще? Еще вопросы? Нет? Точно? Никита уйдет сейчас? Ну, я, может, не уйду, но так просто на всякий случай. Он не уйдет, но он перестанет отвечать вам. Ну, хорошо, да? На автопатте ты, да? Нет, к сожалению. Да, кстати, кто не в курсе, автопатте будет, но Никита, к сожалению, не попадает. Я тебя поздравляю еще раз. Спасибо. Спасибо тебе за участие. Ждем тебя еще много-много раз у нас и с победами. Так, всем привет, меня зовут Киселев Александр. В соревновании я занял четвертое место. Решение в целом, оно было достаточно похоже на решение многих остальных участников, поэтому если какие-то вопросы я буду пропускать и интересны, просто понимайте, будем задавать вопросы по ней, презентации. Больше хотел поставить акцент на то, что же все-таки удалось найти мне и другим участникам соревнований в данных и какую-то найти, собственно, интуицию за некоторыми решениями. Насчет данных, сразу оговорочка. Как мы заметили, и в принципе, как стало ясно уже после окончания соревнования, что все данные были поделены ровно 50% здоровых, ровно 50% больных. То есть выборка была явно как-то подобрана руками, то есть какие-то статистические выкладки из нее просто так вот сложно будет делать, и не надо как бы брать их на веру, что это вот так. Тем более, к тому же это все происходило… Ну, мы на данный момент еще не знаем, как все эти данные собирались. Что было известно? Когда, ну, вот, собственно, график довольно-таки многие, наверное, строили, это график распределения возраста, то есть возраст был дан в днях на момент обследования. И, в принципе, как многие заметили, что вот эти вот пики, они идут, ну, если перевести в целые года, они идут с промежутком 2 года. Собственно, позднее был найден приказ, что там с 2009 года период диспансеризации как раз начинается, ну, вот, там 25 лет, 30, 40, там 42, 44 и до 64 лет. Одной такой, скажем, подлянкой от организаторов, можно сказать, что вот эти вот данные, которые были меньше 40, все, которые были 20, ну, около 25 лет, они были в тесте, и в трене были только 35-летние. То есть они все были здоровы, и, в принципе, я думаю, что, как бы, ты молодой, ты здоровый. Вот. В принципе, как бы, как бы, так, я могу. Ага. Собственно, дальше, если мы начали разбираться в данных, то, как бы, начали находить такие странные закономерности, что, например, немножко поехало. Если человек курил или употреблял алкоголь, у него, как бы, было больше шансов, что он окажется здоровым. И это немножко, как бы, не совпадает с нашим представлением о здоровье и здоровом образе жизни. В принципе, у меня тут есть два варианта развития событий. Во-первых, люди в выборках — это люди уже от 40 и больше лет. То есть, возможно, люди, которые вели нездоровый образ жизни, к тому моменту уже не дожили. То есть такая статистическая ошибка выжившего. Другой вариант, что эти данные — это были субъективные. То есть данные, которые сам пациент рассказывал врачу на приеме. И если, допустим, ты приходишь на прием к врачу, и ты знаешь, что ты полностью здоровый, то, как бы, ты можешь сказать, да я вот пью там литрами, и мне ничего не бывает. А если ты знаешь, что у тебя какой-то там порог сердца или какое-то заболевание, то, возможно, ты не будешь рассказывать, что на прошлой неделе ты там был на трех свадьбах подряд и, ух, отдохнул. Дальше тоже, что еще было интересно, на мой взгляд, если открыть страничку в Википедии по артериальному давлению, кровеносному давлению, там есть такая строчка, что в СССР норму давления считали по определенной формуле, и она очень, как бы, она зависела от возраста. То есть чем больше возраста, тем считалось, что давление, в принципе, норма давления растет. Дальше идет пометка, что в текущей практике норма давления, она как бы одна для всех возрастов, и, в принципе, любой отклонение от нее считается уже какой-то небольшой патологией. Но вот в данной выборке, если мы поделим их на эти возрастные группы, и для каждой возрастной группы посчитаем среднее значение верхнего артериального давления, то получится, что у здоровых людей оно, как бы, вот в 40 лет, там, 12 с половиной где-то, и через каждые два года давление среднее у здоровых людей, оно растет. При этом у больных людей оно практически не меняется возрастно, то есть среднее артериальное давление, оно вот как было 130-135, в принципе, оно так и остается. Так, качество данных. То есть все три выброса, которые мы говорили, с которыми мы боролись, которые мы чистили руками, чистили какими-то моделями. В своем решении почти все данные я пытался чистить руками, это было много разных интераций. И, собственно, почему я решил все-таки их чистить, а не оставить как есть, потому что многие замечали, что если ты начинаешь чистить данные, то постепенно у тебя начинает и локальный скор падать, и на паблике тоже становятся какие-то проблемы. У меня была за этим такая интуиция, что, во-первых, если в каких-то данных, например, давление 12 тысяч, алгоритм может выставить, и человек там действительно больной, и алгоритм может выставить ему завышенную оценку, завышенный шанс, что он больной, не потому что там у него какие-то плохие данные, а просто потому что у него давление там больше 150. И хотелось как-то получить более такую честную модель. Другая проблема была, что если ты даже начинаешь руками скрупулезно чистить, ты чистишь несколько значений, смотришь, тебя падает вообще в любой скор, даже если ты их стопроцентно уверен в том, что ты фиксил их правильно. Проблема была в том, что они были как бы такими большими группами, там больше 10 тысяч, там больше 400, и если ты исправляешь несколько значений, то сама эта группа, она становится более малочисленна, и модель уже в этой группе гораздо хуже разбирается, и хуже делает оценку как для тех данных, которые ты почистил, и тех данных, которые остались непочищены. В принципе, вот это распределение как раз нижнего и верхнего давления после чистки, то есть особо сильно я не буду вдаваться, то есть было исправлено почти 2000 значений, то, что фиолетовым это тестовые, красные это здоровые, синие это больные. То есть есть линия, где, грубо говоря, артериальное давление нижнее и верхнее равны друг другу, и такие данные тоже были. Были данные, которые очень сложно исправить, например, там значение 1 и 30, и уже непонятно, что там пропущено. Откуда это все взялось? Не помню, кто и в какой момент в соревновании нашткнулся на, собственно, Казметинформ, не сильно обсуждали эту тему. Просто, ну, как бы это мое предположение, это не стопроцентная правда, это то, что данные вводились вот в эту систему, они вводились вручную. Собственно, если поискать, там есть сайтик вроде Википедии, где описано, как их пользуются системой, какие поля, куда что вводить. И, в принципе, тут сразу становится видно, что какие данные там, допустим, нам не предоставили, которые были, возможно, там окружность стали. В принципе, видно, что можно легко перепутать рост вес местами, артериальное давление местами. Даже, собственно, я когда чистил руками, я несколько раз делал какие-то ошибки и потом уже, как бы, помягче относился к тем людям, которые вбили 12 тысяч в эту систему. По поводу, как бы, субъективных признаков, там есть вот такое вот окошечко, как раз вот про алкоголь, вредные привычки. И, в принципе, тут видно, что есть разные категории. То есть сколько ты пил за последнюю неделю, какие напитки пил, крепкие, некрепкие. И у меня такое предположение, что вот именно алка, как бы, фича, которая была в данных, она, вот, если ты хоть что-то пил, то вот у тебя единица. Поэтому она, как бы, была почти, ну, там, в 91, что ли, проценте случаев. Это, как бы, либо единица, либо ноль. Насчет того, как, что эти данные были в тестовой выборке, они были замазаны, то есть некоторые данные нам испортили и поставили нон-значение. Как вот до этого сказал Никита, что можно было просто поставить там самое популярное значение. Я попытался все-таки предсказать моделями, ну, и я сравнил разные варианты по кросс-валидации. То есть был вариант, когда я обучал на, ну, неиспорченных данных, обучал на данных, где я в той же самой пропорции убирал значения из обучающей выборки. Причем 10% это было для ALCO и для SMOKE, для ACTIV. Там было немножко другое соотношение, их, по-моему, в меньшей степени загрязняли. Вот. И самый лучший вариант получился, что если эти данные из обучающей выборки удалить в той же пропорции и затем попытаться восстановить какой-то из моделью, ну, там, например, с гбустом или еще чем-нибудь на других данных, обучив и как бы пытаться их восстановить. Там получалось, ну, прям где-то, ну, на один, может быть, на полтора процента получше. В случае со SMOKE, в случае ACTIV и ALCO там получалось примерно то же самое, что если ставить какую-то константу. Вот. Но это давало небольшой, как бы, прирост скорой, поэтому это было оставлено. Затем, собственно, опять же в чатике появилась вот такая вот, вот такие вот графики от Алексея Тихонова, где он просто сортировал по какой-то из колонок, то есть искали какие-то там лики, я не знаю, граали, и здесь отсортировано по возрасту. И что бросилось в глаза, что не очень хорошо видно в этом качестве, но что, например, холестерин, он такими зубчиками идет, и это как бы пару дней не давало мне покоя, потому что я пытался понять, почему это так происходит, почему вот оно такими зубчиками. И тут как бы пришла мысль такая, сейчас вернемся к слайду с возрастом, то есть, в принципе, видно, что вот середина этих, как бы, всплесков, это будет какой-то год, то есть 40, 42, 44, 46, но есть люди, которые приходят, например, в 43, а есть люди, которые приходят в 39, то есть они идут в нечетные года. И как бы они идут, ну, то есть в свой период диспенсеризации, но они идут либо раньше, либо позже. И, в принципе, это логично, что если человек пришел раньше, то, скорее всего, у него какая-то проблема, которую он знает, и, собственно, после этого я пытался добавить фичу, где, например, он пришел до вот этого пика или после, пытался играться там с разным, как бы, делить на расстояние. И, ну, на этой идее сгенерировал несколько штук, 10 разных фич, причем одну из них сделал с ошибкой. Я взял среднее, то есть я взял из возраста, вычел среднее значение возраста в группе больного пациента. и затем поделил на максимальное значение возраста в этой возрастной группе. Такая странная фича, она дала такой, ну, в этом конкурсе ощутимый прирост. Один знак, уже не помню, в четвертом, наверное, у нас был, да? За четвертый знак бороться. Вот, то есть, собственно, как бы, был, как бы, уже конкурс заканчивался, уже в последние дни я уже, можно сказать, немножко так отчаялся, пытался что-то найти. Пробить лидерборд на паблике у меня не особо получалось, то есть я там болтался где-то в 30-х местах, и я немножко так это решил отдохнуть, посмотрел там какие-то другие видео по тому, как разные люди там проходят соревнования на Кэгле, еще чего-то, и уже начал просто ковырять данные, пытаться найти хоть что-то. И затем, совершенно случайно, построил вот такие вот вещи. Это, опять же, распределение давлений, но слева взято давление, которое не попадает на сетку, где давление равно, ну, кратно 10. То есть вот здесь вот какое-то из давлений, либо верхнее, либо нижнее, оно равно 10. И, в принципе, видно, что здесь сложно, как бы, определить, тут не сильно видно взаимосвязь, что внизу, допустим, здоровые, сверху больные. С другой стороны, если взять, как бы, давление, где заканчиваются не на ноль, то есть там 121 на 86, или вот такие вот давления, то видно довольно-таки хорошо взаимосвязь, и тут хорошее распределение, и, как бы, такая интуиция за этим стоит, что если человек пришел, его, как бы, хорошо обследовали, его померили точно давление, возможно, на каком-то приборе, то есть не там, не просто там предприложили там, как бы… Подороже. Да-да-да-да. Или там он пришел, ему сказали, ну, что ты там, тебе еще 40 нет, у тебя 120 на 80, космонавт, все, иди. Вот. Что в этом случае мы можем гораздо лучше, собственно, поставить диагноз. И были сделаны 4 фичи, это, как бы, где бралось давление, и оно было нулем, если оно, например, кратно 10, и, собственно, само давление, если оно не кратно 10. Ну, и то же самое, как бы, для кратности, не кратности, и для обоих давлений. То есть получалось 4 новые фичи, и вот эти вещи давали уже, там, 2 десятитысячные, в принципе, причем на всех моделях, они хорошо зашли, и потом ребята уже после соревнований пробовали добавлять их в свои модели, они увеличивали скорбь в целом очень неплохо. Собственно, как бы, из каких-то дополнительных фичей, как все, я просто брал скрипт, наверное, еще с MLButcamp третьего, где просто перебираются разные варианты перемножения, перемножения на логарифм, деления на логарифм, и затем идет отбор, ну, как бы, просто жадный алгоритм, он выбирает, там, добавляет новый признак, смотрит, увеличился скорбь на кросс-валидации, если не увеличился, как бы, мы его добавляем, не увеличился, не добавляем. И, собственно, есть то же самое, только выкидываем по одному. Вот, то есть можно заметить, что глюкоза, как бы, в чистом виде, этот признак не использовался, он только был в составе каких-то других, то есть, например, верхнее давление мы умножаем на логарифм глюкозы. Вот, то есть, если добавляют, то было хуже. Собственно, пульсовое давление тоже не использовал. Из моделей было, в принципе, нескольких бустов. Как оказалось, потом у меня была неплохая модель на керосе из двух слоев. И, как бы, в принципе… А, еще была интересная модель, но она была такая в… В плане эксперимента я попробовал взять какие-то фичи, сделать из них категориальные, и затем попробовал сделать все интеракции этих категориальных фичей друг с другом, там двойные, тройные, четверные, и затем one-hot-encoded их. Получалось где-то полторы тысячи признаков. На этом запускался XG Boost, и, собственно, там результат был не особо хороший, но если усреднять его с другими моделями, то он там небольшой прирост давал. В принципе, на этом все. Какие-то вопросы? Да. О. О. Просто уточнение по матчасти. Давление всякими сложными приборами измеряется не так точно, как если мерить вручную вот этим помпочкой. Ну, возможно, возможно. Ну, опять же, как бы, если врач проходит к этому вопросу ответственно, и он, как бы, делает полное исследование, хорошо там записывает точное давление, а не 120 на 80. Я даже, когда готовил презентацию, проверил, что вот если взять только людей, у которых давление 120 на 80, и посмотреть, какой шанс, что у них есть какая-то болезнь. Это получалось около 35%. И взял людей, которые в окрестности вот этого, вот там плюс-минус там 5 или плюс 10, но не включая вот это вот 120 на 80, то там шанс быть, как бы, уже было там 29%, то есть где-то 6% разницы. Друзья, то есть, ой, привет. Вопрос задает победитель ML Bootcamp 3 и 4, если не ошибаюсь. 2 и 3. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вы валидировались? Валидировался. Была кросс-валидация на пяти фолдах, и еще было, сначала была валидация, когда я делал 10 случайных сплитов, то есть таких же, в таком же отношении, как train и тест, но затем я просто вырубил этот кусок кода, потому что, в принципе, кросс-валидации мне хватило. А у вас, ну, она коррелировала со всеми? Здесь была небольшая проблема, то есть, когда я улучшал, она коррелировала, то есть, например, паблик немножко рос, 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 а потом было какое-то улучшение, причем незначительное, но паблик опять падал. И, собственно, в этом и была как бы моя боль в соревновании, что я пытался как-то побороть вот эти вот, ты пытаешься забраться на лестницу, и ты падаешь как постоянно, хотя локальный скор рос. И в какой-то момент я просто решил, что я не буду смотреть на паблик, то есть я решил, что если паблик настолько плохой фолд для меня, то я как бы немножко на удачу сыграю и буду ориентироваться только на кросс-валидацию. И вы тогда выбрали решение по кросс-валидации? Да, два решения по кросс-валидации, как бы два лучших по кросс-валидации, и они оказались у меня два лучших по привату. Круто. Спасибо. Пожалуйста. Друзья, еще может быть кто-то хочет что-то спросить? Да? Нет? Пока я, пока все остальные готовят свои вопросы, я спрошу, Саша, как ты дошел до жизни тобой? Давно ли ты занимаешься этим всем? Занимаюсь этим с февраля, собственно, с ML Bootcamp 3-го. Как бы до этого о машинном обучении я знал не очень много. Это был незаконченный курс Курсеры. Все пытался как-то найти способ войти в это. И, собственно, вот эти конкурсы очень, на самом деле, интересные, потому что они затягивают. Ты начинаешь разбираться, смотреть, как делают другие. И, в принципе, понимаешь, что на самом деле не очень все это сложно. Ну, я тебя очень-очень поздравляю. Очень круто прокачался в этом деле. Никто больше не хочет ничего спросить? Да? Точно? Нет? Хорошо, тогда подожди уходить. У нас есть для тебя кое-что. У нас есть эта вещь. Эта вещь. И мы даем тебе вещь. Спасибо. Спасибо за конкурс. Раз, два, три. Всем привет. Я тут занял 14-е место и решил не дожидаться, пока я займу какую-нибудь первое, второе, третье и решил так выступить. Я расскажу о библиотечке своей, которая у меня сформировалась за пару конкурсов. Меня зовут Владимир Храмов. Я работаю PHP-разработчиком в Альпари. Ссылочка на GitHub есть. Как я уже сказал, я занял 14-е место в прошлом конкурсе. Занял 18-е. Код, который я использовал в решениях этих задач, я вынес в библиотеку, которую выложил на GitHub. Также там доступны мои решения этих конкурсов. Собственно, о моем решении я уже написал статью на Хабар, самую первую, и долго ждал, кто же еще напишет. Но почему-то в статье больше эмоций вызвала статья у людей, которые любят QT, а не любят футболки. Так, для затравки вот мое решение на 14-е место. Все, как завещал великий Ленин. Может, помните? Да, мы знаем. Да. Так, как вы, конечно же, знаете, в таких конкурсах побеждают те, кто лучше умеет стекать XGBoost. Но когда начинаешь стекать XGBoost, возникают некоторые проблемы. В общем, всем известна такая боль, что что-нибудь засылаешь на паблик лидерборд, радуешься, и потом забываешь, что засылал. То есть такая проблема сохранения моделей и их результатов, чтобы потом к ним вернуться. Также все рано или поздно приходят к тому, что нужно сохранять разбиение для кросс-валидации, чтобы потом валидировать модели на одних и тех же разбиениях. Судя по чатику, даже на этом конкурсе еще некоторые люди не умеют стечить. И как было описано в решении и то ли второго, то ли третьего места, разные версии данных давали лучший результат, чем какая-то одна идеально вылизанная версия. Так что работать с разными версиями данных, разными моделями тоже нужно уметь. Ну, с сохранениями разбиения для кросс-валидации все просто. при старте кросс-валидации самое первое разбиение сохраняется и потом дальше используется в собственной функции кросс-валидации. Дальше про сохранение моделей. Так как в универе всего лишь, наверное, в двух семестрах нас не учили базам данных, так что логичное решение — хранить модели в базах данных. Например, вот так они у меня. Пример некоторых моделей. Просто в поле парамс сохраняется в JSON параметры модели. То есть подходят все модели SK Learn совместимые, у которых есть там GetParams функция. Модели можно добавлять массово с различными параметрами. Например, при гиперопте все результаты кросс-валидации сохраняются в базе как общие, так и по фолдам и по седам, что позволяет провести анализ, как сильно разбрасывает какую-то конкретную модель на каждом фолде. То есть я считаю, что неважно, как разбрасывает на разных фолдах, нужно смотреть на каждом конкретном фолде, чтобы найти стабильную модель. про версии данных. Тут все просто. Сохраняешь, можно сохранять с определенной маской. Библиотека потом подхватывает и загружает нужные. Для сохранения результатов реализована функция, которая берет модель с каким-то номером данные, подгружает их, обучает, предсказывает, сохраняет результат. Если вызываешь эту же модель, эту же функцию с такими же параметрами, все берется, берется сохраненный результат. Эту же функцию можно использовать в кросс-валидации. Можно передавать ID-шники данных. То есть также все результаты кросс-валидации сохраняются. Собственно, как я уже говорил, написана своя функция кросс-валидации. Так, промах. Есть такая плюшка, которая позволяет не кросс-вальдировать все фолды, то есть передать значение скора, которое нам интересно. Все, что будет хуже, эти фолды не будут просчитываться. Функция завершит работу раньше. Ну, собственно, ради чего все это затевалось? Можно очень просто создавать модели второго уровня. Вот, допустим, усреднение двух моделей и проведение кросс-валидации. Причем, если до этого эти модели кросс-вальдировались, то кросс-валидация усреднения пройдет моментально. Реализованы такие модели второго уровня, как усреднение, усреднение с отчетом, как бы взвешенное усреднение с отчетом CV-score, стекинг. Тут должна была быть картинка с Леонардо Ди Каприо, я ее не вставил. Ну, собственно, модели третьего уровня ничем отличаются от второго, кроме того, что мы на вход подаем моделям третьего уровня модель второго уровня. Ну, и финальная модель моя на 14-е место. Это усреднение шести стекингов. Каждый стекинг использовал различные модели на различных данных с различными параметрами. И, собственно, с помощью этой библиотеки это было все сделано. Сделать очень просто. Все. Опа-на! Вот, где будет много вопросов. Итак. Привет. Привет. Ты не пробовал натравить гиперопыт на выбор моделей? Нет. Но в следующем конкурсе я буду это попробовать. Так, дальше. Спасибо за доклад. Но вот не совсем понятно, как... То есть, как понятно, как она сохраняет, да, эта библиотека модели и потом их воспроизводит. Но непонятно, как она выбрала именно эту конфигурацию шести стекингов. Random search. Ну, на самом деле, я это подробно описывал в статье на хабре, я решил не повторяться. Ну, и в двух словах это random search, да? Да. Все. То есть, просто сначала генерировалось много моделей первого уровня, потом брались какие-то топ из каждой модели по кросс-валидации, они там усреднялись, стекались, потом третий уровень брался топ в модели второго уровня, тоже в различных комбинациях усреднялся, стекался. И вот получилось, что усреднение шести стеков было лучше всего. Так, Миша, ты хочешь что-то спросить еще? Нет? Нет. А кто хочет спросить что-то еще? Скачу. Так. Да, конечно. Была ли какая-то обработка данных перед тем, как изобретать модель? Да, конечно. Про обработку подробно написано в статье на хабре. Ну, наверное, уже неинтересно рассказывать, как я решал. Решал примерно так же, как и другие. Все, никакой магии. Первую неделю я чистил данные, страдал, переживал. Потом вторую неделю я вообще ничего не делал. У меня был такой упадок сил. Я решил потом, после того, как я вышел из депрессии, думаю, сделаю или я сделаю какой-нибудь решатор, чтобы вот потом его использовать и не париться. Я, опять же, как предыдущий оратор, решил сделать так, чтобы можно было совмещать разные данные. Почищенные данные и непочищенные данные. Ну, соответственно, как это сделать? Стекинг, запилить разные модели на чистых данных и на грязных. Вот поговорим про стекинг. Сейчас хочу с вами пообщаться, такие, позадавать вам вопросы. Вот как обычно делаем стекинг. Так, у нас есть иксы, игреки. Это наш трейн. И вот тут у нас будет тест. Делаем метафичи. Ну, как обычно, out of fold. Из первого, второго, получается, третий кусочек, ну и так далее. В итоге у нас получается на трейне такой кусочный, кусочная метафича. А на тесте у нас получается метафича с усреднением. То есть мы предсказываем каждый раз, потом усредняем. Вот поднимите руку те, кому это не очень нравится. Кому кажется, что когда трейн и тест такие разные, это не очень здорово. Есть такие люди? Есть. Так. Значит, как решить такую проблему? Вот я немножко покурил, точнее, не покурил, а вдохновился. Было такое видео от Стаса Семенова, где он рассказывал решение BNP Paribas, что ли, что такое. Вот он там минтаргеты делал сначала внешние вот такие фолды, а потом считал внутренние фолды. То есть берем. Сейчас я буду исправлять. Упс, упс, упс. Да. Зачем у нас человек, который занятлась? Берем. Вот этот трейн еще разбиваем на кусочки. И предсказываем сначала с первых двух предсказываем, потом с первого и третьего предсказываем, потом со второго и третьего предсказываем, опа, и усредняем. Таким образом, у нас вот эти штучки, кусочные, они тоже получаются с усреднением. Если взять внутренних фолдов такое же количество, как и внешних, то у нас получается метафича везде одинаково усреднена по трем моделькам. Уже как бы лучше. И практика показала, что действительно лучше. Вот поверьте. Дальше. Что делать с кросс-валидацией метамодели? Если мы построили вот так метафичи, а потом пытаемся делать кросс-валидации по тому же разбиению, у нас получатся лики. То есть мы вот этот, например, первый кусочек метафичи получили из, это как функция от всего х и от второго и третьего у. у2, у3. Потом что мы делаем? Мы на кросс-валидации строим модель. Допустим, вот по этой части треним метамодель и предсказываем сюда. У нас, вот видите, здесь y3 в явном виде участвует в обучении и здесь получается лик. То есть когда мы получаем скор на кросс-валидации метамодели, он уже не совсем честный. То есть вот так вот в лоб по-простому. Почти всегда, вот если ничего не предпринять, метамодель поскору будет на кросс-валидации лучше, чем каждая входящая модель. При этом сильно верить этому не надо. Опять же, что, как сделать это честно? Кто-нибудь делал такую честную кросс-валидацию стекинга? Кто? Есть такие? Кто-нибудь скажет, я могу дать микрофон и породить дискуссию? Можно, да. Идея. Как сделать честную кросс-валидацию? Ну, так же, как Стас рассказывал в том видео, бьешь опять на фолды, фолды, фолды и так далее, до бесконечности, как у тебя компьютер посмотрит, это делает. Ну, конкретно вот в этом конкурсе у меня получалось хуже, чем просто усреднение моделей, и даже вот на первом уровне, вот так, фолд. Ну, да, да, та же самая логика, то есть мы, вот это у нас получается как бы фолд внешний, out, вот это внутренний, мы. Тут нужно обязательно писать свой такой решатор. Мы предсказываем, трейнем вот на этом кусочке, и предсказываем этот кусочек. Это как бы первый фолд. То есть вот здесь получается такая кусочная, здесь внешний фолд получаем усреднением, вот у нас получился трейн полностью. Это мы только первый внешний фолд берем. Потом мы берем второй внешний фолд, вот такой. В нем тоже вот эта схема. То есть количество вот этих вот прогонов модели очень сильно увеличивается. То есть здесь мы ограничены. С другой стороны, если мы так посчитаем cross-wallscore, он будет уже гораздо умереннее. Он не всегда будет лучше, чем даже каждая входящая модель. Но мне это сильно помогло. То есть я вообще вот когда все это сделал, написал, я не сильно запаривался ни с там какой-то чисткой сильных данных. Вот как было на первой неделе, я вот такую оставил. Не генерировал никакие особо фичи. Там 2, 3, 4 фичи сгенерировал. Там такие стандартные индекс массы тела, там насколько человек опоздал на диспенсеризацию, и все, там буквально 2-3 признака. Есть такие, кому интересно? Отлично, прямо вы меня вдохновили. Ура, я это сделаю. Ну вот, собственно, все. Такой короткий рассказ. Может быть, вопрос? Да, много вопросов. Ну, 2, это много. Ну, самый главный вопрос. На втором уровне модели они получают в качестве признаков только предсказания первого уровня. Признаки сами уже не входят? Входят. Я и так, и так пробовал. Я вот нашел такой термин, рестекинг. Вот когда мы добавляем просто фичи, самые изначальные в стекинг. Да, я так делал, у меня почему-то всегда так лучше получается. Вот у меня, значит, модели первого уровня это XGBoost, нейронка и KNN. Второй уровень XGBoost. Так, еще вопрос. Раз, раз. У меня такой вопрос. То есть вы можете делать и два уровня, и больше, но ценой уменьшения количества данных. То есть, как я понимаю, это ведет иногда к сильному улучшению качества. То есть данные остаются меньше. Да, это правда, но вот это здесь три фолда, а если взять семь фолдов, уже, ну, гораздо меньше вот это вот падение количества наблюдений. Если я нечто подобное пробовал делать, то у меня тоже получалось хуже. Ну, вот факт, у меня получилось лучше. Так, а давайте я сначала посчитаю, кто вообще собирается задавать вопросы. Еще вот раз, два, три. Отлично. И пойдем вот так. Спасибо за доклад. Вопрос, сколько все это считалось? Ну, я могу сказать, я считал на макбуке. Вот если, то есть это не сильно что-то там долгое. Ну, на ночь поставил, утром проверил, заслал. Я там не сильно много засылал сабмитов, кстати. Вот просто ночь поставил, утром посмотрел, кроссвал нормальный, ну, пойдет. Спасибо. Да, а у меня вот такой вопрос. Если вот так вот бить очень много, получаются очень маленькие данные, и вот есть же параметры, которые к ним чувствительны. Типа там глубина деревьев или количество листов деревьев, если это там random forest. Вот что вы делали с этим? На самом деле вы, мне кажется, преувеличиваете, что сильно количество данных падает. Упс, упс. Смотрите, если фолдов много. А там, небось, с мелком, нет? А, нет, о, отлично. Так. Вот, допустим, там бьем, ну, там, допустим, 7, да? И потом еще раз бьем на 7. Вот, получается, трейн. Ну, почти, то есть, это все равно, что побить все на 5, допустим. То есть, если много фолдов брать, конечно, время сильно увеличивается, на просчет всех этих моделей, но получается, что вот эти вот тестики, они очень маленькие. Так, еще был какой-то вопрос, да? Спасибо за решение. Хотел бы код посмотреть, вот, где потом на скайпе что-то выложите? Постараюсь повоевать с гитхабом и туда выложить. Я просто, я не настоящий сварщик, я, у меня экономическое образование. Как ты гитхабы найти потом? Сейчас, у меня есть аккаунт, запишите, я постараюсь это сделать. Спасибо. Вот так. Теперь могу добавить, что я заставлю это сделать, куда-нибудь в телеграм-чатик все это скину. Может быть, даже запинем, а, или нет. А, может быть, еще кто-то что-то спросит? Так, вопросов больше. Нет, хорошо. Спасибо. Спасибо тебе. Меня зовут Валера Бабушкина, вы уже об этом знаете. Я работаю в Яндексе, в сервисе Советник. Классный сервис. Мы все с вами участвовали, ну, почти все, в ML Bootcamp 5. Я не буду рассказывать, что там были заданные, что мы делали. Давайте лучше зададимся вопросом, зачем мы это делали. Ну, я уже задал этот вопрос, пока пил сок. И прозвучало мнение, что мы это делали, чтобы одеться. Ну, это говорит о том, что в профессии не очень много платят. Потому что люди вынуждены участвовать в конкурсах и тратить по 40 часов рабочего времени, лишь бы получить футболку. Но я думаю, мы делали не только для футболок. Вообще, чем отличается аналитик, ну, не будем говорить data scientist, от программиста, который знает алгоритмы? Ну, вы для себя, я не буду просить поднимать руки и отвечать на этот вопрос. Что-то случилось? Чем он отличается? Он вообще понимает, зачем это кому-то нужно, как на этом можно заработать. Я переключу, когда время придет, я помню. Он понимает, как на этом нужно заработать и что мы с вами делали. Это я пропущу. Это хорошая, красивая картинка. Давайте посмотрим. Посмотрим. Наверное, многие видели, что у некоторых людей есть хобби экстраполировать. Такая ситуация у нас сложилась на лидерборде в последний день и, собственно, финал. Что мы здесь можем увидеть? Ну, кроме того, что я опять упал стопа далеко вниз, меня этот факт не радует. Можно с вами увидеть, что качество модели на паблике 0,54 и какие-то тысячные, десятитысячные, а на привате 53. В этом конкурсе мы бились с вами за четвертый знак после запятой. И когда были опубликованы финальные результаты, все скаканули в качестве во втором знаке после запятой. То есть мы бились с вами за десятитысячные, скакнули вперед на два порядка. О чем это говорит? Мы дальше об этом поговорим, о чем это говорит. Меня сподвиг на это выступление Стас Семенов. Кто знает, кто такой Стас Семенов, поднимите руки. Вкратце, Стас Семенов это топ-1 кегл, сейчас он топ-2 кегл. Побеждал он на куче соревнований, выступает он много где, многие смотрели его видео. Он крутой. Есть сообщество Open Data Science Flacky. Кто про него знает? Отлично. Про него знает больше, чем про Стас Семенов, что довольно странно. В этом сообществе есть канал Kegel Crackers. Где Стас Семенов сказал, что в принципе, а зачем участвовать в буткампе четвертом, пятом, в Мерседесе? Это обидно. Ну, то есть доля, правда, в его словах есть, но звучит обидно. Давайте подумаем, действительно, а зачем участвовать? Вот у нас качество в итоге было 53. Если мы зашлем все предсказания по 0,5, у нас качество будет 0,69. Не-не, Ваня, вопросы все в конце. Все в конце, ты запомни. И ответы. Нет, нет, нет. И ответы все в конце. В решебниках всегда ответы находятся в конце. Ну, если так подумать, действительно, это довольно бессмысленная модель. То есть, если взять какие-то реально применимые задачи, там логлост достигает 0,002, 0,004. Вот сейчас картинки идут, там логлост такой. Нам бы, наверное, хотелось, чтобы мы сделали что-то полезное. То есть, давайте вернемся к вопросу, зачем мы это делаем? Мы это делаем, чтобы помочь людям. В данном случае мы хотим помочь Министерству здравоохранения Казахстана улучшить состояние здоровья его граждан. Как это сделать? Ну, лучшее лечение – это профилактика. Какая проблема есть у людей? Они приходят в поликлинику, тратят большое количество времени на всякую диспансеризацию. Ну, кто проходил, наверное, проходили все, представляют, что это поток, люди идут, все, жалобы есть, нет, иди, как твои дела, нормальное давление померили, уходи. Значит, идея такая. Было бы неплохо, набрав какие-то данные, которые легко набираются. Ну, не нужно делать ЭКГ, темографию, флюорографию. Давайте вот просто базовые данные, которые у нас есть, мы используем, и, возможно, нам это поможет заранее предсказывать, если у человека будут проблемы. На форуме, я не помню, как зовут этого человека, он долго спрашивал, где же организаторы запрятали идеальные вероятности. Может быть, помните? Ну, то есть, часто возникает вопрос, почему не метрик accuracy, почему просто не количество правильно предсказанных ко всем? Ну, очень просто. Допустим, у нас модель выдает класс 1. Предсказание 1, и действительно, в реальном мире это 1. Идеальная модель, все, она предсказала то, что есть. А потом мы смотрим на вероятность, и эта модель предсказала 0,52. Вот сейчас она предсказала 0,52, а завтра что-то чуть-чуть сместится, и она предсказала 0,49. И это уже будет 0. Эта модель неустойчивая, она ненадежная. Ей нельзя верить. Кроме того, с практической точки зрения, нам не очень интересно 0,1. Нам, наверное, у нас какие-то ограниченные ресурсы. То есть, вот мы имеем список 100 тысяч человек. Ну, этот тест, на бурданах стоял 100 тысяч записей. А в реальности стоит и миллион, 10 миллионов, 50. Ну, то есть, безусловно, нам, наверное, нужно с теми, у кого вероятность сердечно-сосудистого заболевания максимально высока. То есть, чтобы он не умер уже завтра. А потом перейти к тому, кто может умереть послезавтра. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, на что это направлено? Это на какие-то профилактические меры. Хорошо. Мы с вами имеем данные какие-то малые и грязные. Вообще непонятно, зачем было пропуски ставить, но это другой вопрос. А давайте с вами подумаем, как мы могли нашу модель улучшить. Посмотреть на замечательную картинку и перейдем к следующему слайду. Ну, а правда на английском. Ладно, посмотрели. Давайте подумаем. У нас какая стоит задача? Мы хотим помочь людям. Мы хотим помочь людям, мы хотим помочь врачам, чтобы, собрав какую-то первичную информацию о человеке, мы потом могли запустить наш алгоритм. И нам бы алгоритм сказал, а вот на этих, пожалуйста, обрати внимание в первую очередь, пусть они придут дополнительно. На этих в вторую, на этих в третью. И таким образом мы что с вами сделаем? Мы спасем жизни. Для того, чтобы спасать жизни, нам нужно повышать с вами качество модели. Давайте подумаем, задача какая. Данные, которые мы собираем, должны собираться быстро. То есть мы не можем сделать ЭКГ, мы не можем сделать кардиограмму, мы можем сделать томографию и так далее. Потому что это все очень долго. А глюкоза, холестерин — это быстрые экспресс-анализы. Они делаются во время диспансеризации, померить давление, рост. Мы тоже все понимаем, что это делается быстро. Значит, нам нужно придумать такие описательные параметры, которые в достаточно высокой степени точности могут говорить нам о возможности сердечно-сосудистого заболевания, и при этом которые легко собрать. Давайте подумаем, что можно сделать. Есть такая вещь, как функциональная проба, нагрузочный тест. Человек 20 раз приседает, меряет пульс до, присел, минуту полежал, померили пульс после, 2 минуты затратили. Это говорит нам о скорости восстановления сердечно-сосудистой системы. Что еще? Мы можем узнать о том, болен ли у него кто-то из родственников, были ли у него в семье такие проблемы. Дает нам информацию? Да дает. Были ли инфаркты в семье? Был ли диабет? Я практически готов поспорить, что добавив вот эту информацию, которую собрать, это лишние 3 минуты. Мы уже сможем кардинально увеличить, улучшить наше качество. То есть мы увидим, что реальное состояние его сердечно-сосудистой системы, как она быстро восстанавливается после нагрузки, как он тренирован, мы поймем вообще, что у него в семье творилось раньше. Это несложный вопрос. У вас было что-то? Да, нет, не знаю. Если не знаю, это тоже много информации. Это первое. Это что касается применимости этой модели. Потому что дальше, я так понимаю, ее хотят использовать. И то, что сейчас есть, использовать нельзя. Как бы это ни звучало прискорбно, но мы реально все понимаем, что на качестве 0,53, 0,54, а мы же не знаем, какое реальное качество, потому что по-хорошему бы его померить на еще большем наборе данных. Ну, это бессмысленно использовать. То есть можно монетку кидать, и монетка будет быстрее кидаться, и даже компьютер не нужен. Ну, можно просто посадить 10 тысяч врачей, они кинут монетку по разу, и вот 10 тысяч вероятности будет. Какая у нас еще была проблема? Ну, вспомним, мы посмотрели на результаты между приватом и пабликом, 53, 54. Разница в два порядка между тем, за что бились. Ну, условно говоря, у меня зарплата 10 рублей, у кого-то 11, у него на 10% зарплата больше. Потом нам прибавляют еще по 10 тысяч рублей, у меня зарплата 10 тысяч 10, у него 10 тысяч 11. То есть велика разница, но не очень уже стало, да? Оказалось, на два порядка увеличили. Классическая схема разбиения данных – это трейн, тест и валидация. А если посмотреть любые курсы базовой по машинному обучению, взять того же Джеффри Хинтона по нейросетям. Зачем это делается? Ну, на трейне мы модель обучаем, понятно, она ищет закономерности, генерализует их. На валидации… Нет, не на валидации. На тесте мы смотрим, какое итоговое качество, подобираем гиперпараметры, оптимизируем, чтобы она не перебучилась, чтобы она не добучилась. А на валидации мы делаем честную проверку. Ну, потому что в любом случае у нас есть ошибка смещения. Как только мы начинаем подстроить нашу модель, чтобы она выдавала лучшие параметры под тест, мы смещаемся. И поэтому на любых соревнованиях по машинному обучению, когда вскрываются данные, качество, которое получается на привате, заметно ниже, чем качество, которое на паблике. По той простой причине, что у нас оценка нашей модели под паблик смещена за счет того, что мы засылаем сабмиты, мы под него настраиваемся. Что мы здесь увидели? Абсолютно обратную картину. Что у нас приват стал гораздо лучше. А что нам это, скорее всего, говорит? Что разбиение не репрезентативное. Почему это плохо? Во-первых, я упал со второго места на 128-й. Уже само по себе это очень плохо. Потому что я хотел макбук, потому что первый свой макбук я залил горячим чаем во время буткампа четвертого. Я это помню. Мне его, конечно, поменяли, но теперь я убийца техники, и это не круто. Плюс, как оказалось, макбук еще с сенсорной панелью. Хорошо, что Никита ушел. А второе, мы же с вами строим модель для каких-то реальных задач. И нам бы хотелось модель честно оценить. Значит, когда мы оцениваем нашу модель, то, на чем мы ее первично оцениваем, то, на чем мы ее оцениваем в итоге, должно быть репрезентативно. То есть это должно быть одно и то же. Иначе это не имеет смысла. Давайте обучим на одном, оценим предварительно на другом, а проверим окончательно на третьем. Какой смысл? Ну, никакого. Я тут долго не стал ничего делать. Потратил 10 минут, написал функцию where. А здесь есть, кстати, Алексей Тихонов. Ну вот, можете ему сказать в телеграм-чате, что я написал это where. Он оценит. Давайте посмотрим. Я повернусь к вам спиной, вы не обидитесь? А я могу сесть. А у меня плохое зрение, могу не увидеть. Ну хорошо. Давайте посмотрим. Здесь у нас есть несколько разбитий. Ну какие варианты? Обучающая выборка приват, обучающая выборка паблик, приват паблик, и вся обучающая выборка, и вся скрытая выборка. Ну а у нас есть несколько величин непрерывных. Рост, возраст, вес, давление нижнее и верхнее. Ну а если посмотреть на развитие трейн-тест, то мы в принципе везде, кроме одного момента, видим самые высокие цифры именно в нем. Это о чем говорит? Что в принципе трейн-тест изначально разбит был неплохо. Здесь проведен стандартный Т-тест. То есть мы смотрим, насколько высока вероятность того, что одна выборка и вторая выборка из одного и того же распределения. Ну считаем распределение нормальным, потому что действительно мы знаем, что возраст, вес, давление это нормальные распределенные величины. Ну с некоторыми допущениями. В принципе, если посмотреть, это более-менее похоже на правду. Что же мы видим, когда начинаем сравнивать обучающую выборку с пабликом и обучающую выборку с приватом? А мы видим, что они скачут с одного до другого. 7, 7, 27. А потом наоборот. 7, 7, 29. А здесь вообще 0, 0, 8, 0, 38. А здесь обратно. То есть где-то мы разбили хорошо трейн, где-то мы разбили хорошо это вероятность того по Т-тесту, что два этих сэмпла набора образцов принадлежат к одному распределению с некоторыми допущениями. Но так как у нас достаточно много образцов, то мы можем даже не смотреть коэффициенты студента, а просто считать это за нормальное распределение. Ну а чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что разбиты нерепрезентативны. А если мы помним, модель с качеством примерно 0,54-0,53 можно построить вообще на одном параметре. Я не помню на каком, то ли на одном, то ли на двух. Ну, строили. То есть достаточно, чтобы один параметр был разбит по-разному. И вот мы видим в итоге, что скачок был у всех. Это плохо. Мы так не хотим. А что мы хотим? Мы, во-первых, хотим людям помогать. Поэтому нам нужно не только думать и делать, но предлагать и понимать. Это вообще очень полезно, когда человек задумывается, что не только бы ему хорошую футболку выиграть, но и как-то жизнь вокруг себя улучшить. Ну, это, в принципе, стандартный вопрос для бизнеса. Мы что-то делаем не потому, что это прикольно, а потому, что это помогает людям. Когда мы помогаем людям, мы зарабатываем деньги. Все довольны, людям помогли, денег заработали. Для этого очень важно понимать, зачем это другой стороне. Ну, в нашем случае другая сторона – это Министерство здравоохранения Казахстана и люди, которым можно помочь с помощью этой модели. Но тут есть два варианта, зачем это Министерство здравоохранения Казахстана. Первый – это, безусловно, хороший шаг с медийной точки зрения. Современные технологии, машинное обучение, нейросети предсказывают, заболеет ли кто-то в Казахстане сердечно-сосудистым заболеванием. Все звучит здорово. А у вас, где карту открывали, туда и приходите. Необходимо помнить про триаду Data Science. Если вспомним, то многие вещи в интернете описываются тремя кружочками, а в каждом кружочке есть какая-то надпись. На пересечении этих кружочков есть тоже какая-то надпись. И вот в Data Science один из кружочков – это понимание задач бизнеса. Все понимают, зачем мы это делаем. Ну и, собственно, основная задача вообще всех этих конкурсов, вы, наверное, прекрасно сами услышали, что многие ребята сами научились. Кто-то в феврале этого года начал. Но в феврале этого года был полгода назад. Человек прекрасно. Полгода назад начал, занял четвертое место. Получил жесткий диск на 6 терабайт. Он доволен. Не только футболку получил, но и жесткий диск. Задача помогает друг другу расти, потому что людей очень мало. Вакансии закрываются тяжело. Я думаю, Илья это подтвердит. А умные люди вроде есть, поэтому нужно, значит, их научить. А как научить? На какой-то прикладной задаче. Нужен друг другу помогать. Собственно, на этом я хочу закончить. Я твердо уверен, что у Вани есть вопрос, потому что в самом начале… А, у него есть ответ. Смотрите, у кого-то, может быть, есть вопрос, потому что у Вани есть ответ. Обычно эти вещи взаимосвязаны. Ну что, мы начнем с вопросов остальных или с ответов Вани. Давай, ответь. Сначала ответь. Вопрос звучит сейчас, зачем нам это надо? Вот для себя в самом начале, точнее, через неделю. Ты понимаешь, Ваня, это вопрос, что считать под нам. Нам это, как я физическое лицо Валерия Бабушкина, нам это, как мы, сообщество, которое сейчас сидит здесь и занимается машинным обучением и анализом данных, нам это, как всеобщество, в котором эти технологии применяются. Но тут вопрос в том, что считать под нам. Все-таки нам. Нам обычно это мы множественное лицо. Мы же не написали, зачем мне это надо. Мне это нужно, чтобы эго свое потешили. Ну, на самом деле, для общения. Ну, за честность прям. Ну, сок, вы все знаете. Ответ такой, вот я для себя быстро понял. Научиться не переобучаться на литер-корде. Потому что в прошлом конкурсе у меня была хорошая модель, но я ее не знаю. Вот, очень просто. Значит, давайте вообще вспомним, что такое переобучение. Наша задача найти некие генерализованные взаимосвязи, которые у нас есть не только в данном наборе образцов, потому что есть так называемая ошибка сэмплирования, но которые присутствуют в целом по всей популяции. Соответственно, если мы вдруг находим какие-то шумы, которые присутствуют в каждом сэмпле, и начинаем считать их полезным сигналом, потом применяем их в следующий раз, у нас результат становится хуже, потому что этих закономерностей нет. Когда у вас качество растет, говорить о переобучении, но как минимум с точки зрения терминологии не очень корректно. То есть здесь у нас качество выросло. Но безусловно, да, нужно понимать, как не переобучиться под лидерборд. Но в том-то и дело, что под лидерборд переобучать из-за ошибки смещения, которая здесь была перекрыта на два порядка с помощью разбития данных. Ну вот понимаешь, как надо было, посмотрев на эти данные, понять, что модель, которая находится на паблике где-то там топ-90, топ-100, она выстрелит, а то, что у тебя там топ-30, топ-20, топ-2, оно спустится. Понимаешь, это тоже здорово понимать, что ты видишь и понимаешь, что так оно, а потом оно так и происходит. Это вопрос важный, потому что когда ты что-то делаешь и приходишь к бизнесу, ты ему говоришь, бизнес, я сделал модель, модель работает так, на основе этого мы заработаем столько-то, а потом оказывается, что вы не заработали, а потеряли. Давайте говорить откровенно. Изменения в четвертом знаке после запятой, которые разделяют 100 мест, для бизнеса в плане денег не ничего не делают. Тут вопрос в том, да, как бы нам понять для себя более тонкую настройку сделать. Это хороший вопрос, но тут все очень условно, особенно в данном конкретном случае, когда выборки, на которых мы сравнивали, нерепрезентативны между собой. Хорошо, мне кажется, у вас не вопрос-ответ о дискуссии, и вы займетесь этим, когда мы не будем видеть. Там две руки. У кого еще вопрос? О, ну давайте я вот так пойду. Спасибо за доклад. Я вот считаю, что если вы упали, то это возможно по двух причинам. По-первых, мы могли переобучить, а вторых там была бы действительно лотерея. То есть, если бы вы сказали подробнее, как решали задачу, и мы действительно убедились, что это лотерея, то меня больше, честно говоря, убедило, чем ответить на обсуждение о том, что там четвертый знак после запятой обновляется и так далее. Ну, можете себе рассказать. Ну, это не проблема. Давайте все-таки еще раз. Основной посыл какой? Что мы хотим сделать все-таки что-то полезное. Это первая задача. Чтобы сделать что-то полезное, нам нужно сделать хорошее качество, нам нужно научиться это проверять. И еще раз, переобучения здесь, в принципе, не было, потому что качество выросло. То есть, не было ложной закономерности. Подождите, но вы свое решение не рассказали. Хорошо, я расскажу. Я расскажу мое решение. Я обучил стак Restricted Boltzmann машин, получил инициализированные веса, обучил несколько таких последовательностей. Взял эти три слоя, кинул их, собственно, дальше, четвертый слой, где у меня шло предсказание, подмешал туда EG-Boost, и это было все мое решение. Заняло оно, ну, часов пять. Да, здесь не было усреднения по 100 седам, но если интересны подробности, я могу рассказать, как это делается и для чего. В принципе, это работает хорошо, когда есть много неразмеченных данных для первичной инициализации весов. Плюс там еще чуть-чуть поигрался с автоэнкодером и получил еще две фичи, когда я сжал размерность нашего датасета до двух и добавил его. Но это вот дало очень большой прирост. По CV это было 53.65, по лидерборду это было 54.14, а итоговое это было 53.15. Ну, то есть, точно такая же разница, как и у многих, примерно того же порядка во втором знаке. Я думаю, что у многих было CV на уровне 53.7, 53.65, но я видел в Телеграме, что многие писали 75.70.65, по паблику мы видим, что у многих тоже был результат примерно в том же диапазоне, но приват-то да, тоже. Я думаю, я попрошу тебя написать об этом статью. Еще? Давай. Привет, спасибо за статью. Вот я сейчас смотрю на слайд, не только думать и делать, но и предлагать и понимать. С предложением то, что выборку нужно делить правильно, как бы разобрались. Сейчас интересно, что бы ты как участник мог бы предложить организациям в плане того, чтобы сделать раз соревнования немножко более полезным. Вопрос понятен. Думать и предлагать первое, кому предлагать. Это же заказчик Министерства здравоохранения Казахстана. У нас есть красивая картинка, где написано, что мы здоровье улучшим и продолжительность жизни. Наверное, Министерство здравоохранения Казахстана хочет тоже на выходе получить что-то полезное. Первое, кому можно предложить, это им включить те параметры, может быть, кто-то еще придумает, которые достаточно легко можно получить и быстро, которые, в том числе, несут дополнительную полезную информацию для модели. Это первое предложение. Второе предложение к организаторам, как разбивать данные. Ну, после того, как данные разбиты, а разбиваются они, видимо, случайно, неплохо бы построить там базовую модель, логистическую регрессию, вообще просто от балды, и посмотреть, какое оно качество дает на привате, на паблике. Если это сильно различается, то есть мы построили модель, она все, первый раз построена, она не смещена еще, потому что мы ее ни на что не подделывали, и мы смотрим. Если у нас различается очень сильно, значит, не так разбили. Ну, это на самом деле очень тяжело. Кегл уже сколько, 5-6 лет делает эти соревнования. Там огромная команда, 10-20-30 человек. Каждое второе соревнование косяки просто жутчайшие. Ну, кто участвовал, тот понимает. Вот сейчас идут картинки, там такое ощущение, что саботаж со стороны дизайнеров, ну, задача картинка какая? Есть автомобиль, снятый в 16 ракурсах, нужно его вырезать с заднего фона. То есть, по-хорошему, нужно предсказать маску. Маска — это белые и черные пиксели. Ну, то есть, где белые мы берем, где черные не берем. И вот там то ли кот прыгнул на клавиатуру дизайнеру, то ли он специально в некоторых местах посреди машины оставляет черные пятна, чтобы его не заменил искусственный интеллект. Ну, то есть, не проверено. Ну, и регулярно там скрываются какие-то лики классические, которые позволяют выдать качество в 100% и так далее. Так что это вопрос опыта команды. И вполне возможно, что со стороны как раз сообщества имеет смысл помогать. Ну, хорошо, это звучит как «делать хорошо и будет хорошо». Это хорошо. Так, еще раз. Да, спасибо за доклад. Приведи, пожалуйста, пример какого-нибудь последнего соревнования, где бы была борьба за реальное качество, а не за четвертый знак после запятой. Тут два вопроса. Первый вопрос, когда идет борьба за четвертый знак после запятой, и модель не полезна, это одно. Когда, безусловно, что в соревновательном машинном обучении бесит? Бесит то, что примерно там через определенный срок, ну, если ни у кого нет гениальных прозрений, все на одном и том же начинают торчать плюс-минус. Ну, например, хорошо можно привести те же картинки. Там, казалось бы, 99.7 и 99.6 количество. Ну, что такое 1%, 0,1%. Но реально, если мы вырезаем машинку, то вот это 0,1% пикселей, она человеческому глазу очень заметна. То есть, либо хорошо, либо ужасно. То есть, либо у голова-то все криво и что-то торчит, либо прекрасно. При этом, это реальная задача, которая позволяет сэкономить компании кучу времени и денег на этих 4К-мониторах, на этих, ну, видимо, дизайнерах, и все ускорить. То есть, реальная прикладная задача, где борьба за третий, четвертый знак после запятой, тем не менее реален, и он дает результат, видимый на глаз. Ну, то есть, пример это вот по картинкам, видимо, сейчас какой-то новый, да? Ну, да, хорошо. Второй пример. Вот я делал для одной дубайской компании вероятность того, предсказание модели, в какой день недели придет человек. И мы там бились за 0,3%. Почему? Потому что 0,3% от миллиона человек, как можно посчитать, это уже не очень-то и мало. Это 3 тысячи человек, с 3 тысячи человек мы там по 10 или по 100 долларов получим, получаем 300 тысяч долларов. Но стоит, наверное, 10 дней пободаться за 0,3%. То есть, когда огромные масштабы, а у многих компаний масштабы реально гигантские, то есть миллион человек – это не самый большой масштаб. Там у вас, вы, например, Google или Яндекс, или Mail, у вас конверсия 3,100 или 3,1003. Когда это умножается на 100 миллионов или миллиард кликов за год, уже это играет роль. Хорошо, Валер, тогда я сам спрошу, а в случае с человеческим здоровьем за четвертый знак стоит бодать? Безусловно, стоит, потому что на тех миллионах это жизнь лишняя, но модель должна быть применима. Основная проблема здесь не в том, что четвертый знак, бог с ним с четвертым знаком. Основная проблема в целом, что хотелось бы сделать эту модель применимой, но вообще всегда приятно, когда твоя вещь, ты потом можешь сказать, вы знаете, я спас жизни тысячи казахов. О применимости мы сейчас еще поговорим. Еще вопросы, может быть, у кого-то у тебя вопрос? Спасибо за доклад, много пафоса. Но за этим пафосом был такой интересный слайд, там, где пиво и пью, он очень быстро прошел. Вот, можно его вернуть. Я так понимаю, в основании этого слайда был сделан вывод о том, что выборка разбита некорректно. Ну, первичный вывод был сделан на основании результатов модели, которые получены на привате и паблике, которые, в принципе, являются достаточно нетипичными. То есть, повторюсь, бились за четвертый знак, а все эти результаты поднялись во втором знаке. Это два порядка. Ну, вот, допустим, мне поднимут зарплату на два порядка, я очень обрадуюсь. Там уже без разницы, что у меня там будет до этого. Но, к этому нужно сказать, что, когда мы били трейд, то есть тот, который нам был данным, то там примерно такой же вопрос, может, фолдарь. Безусловно, но поэтому мы строим модели на 4-х фолдах или там на 9-ти, если это 10 и так далее, и проверяем на каждом, и усредняем оценку. А здесь у нас то он один. Давайте еще, наверное, 4 вопроса, и все. Вот два у нас есть. Вот по поводу этой таблички у меня еще был вопрос. Что эти числа означают? Есть так называемые test student. Test student позволяет взять две выборки. Интересно, это p-value? Да, это p-value. То есть эти p-value говорят, что распределения не различаются. Я смотрю на них, могу сделать такой выбор. Давайте подумаем. С одной стороны, да, мы можем сказать, что с 95-процентной вероятностью, что у нас там единственные награни, и эти принадлежат к одному распределению. Но с другой стороны, мы четко с вами видим, что они прыгают в противовес друг к другу между пабликом и приватом. Вот прямо в противовес. А еще мы помним, что по одной фиче, ровно по одной, можно достичь очень сходного качества. Соответственно, мы понимаем, что если мы в какой-то из этих отложенных выборок имеем то разбитие, которое максимально похоже на трейнерское, скорее всего, там мы получим максимально похожее качество. То есть мы возьмем какой-то определенный фолд и будем конкретно учиться под него, и это будет не очень презентативно. Я вам приведу аналогию. Вот, допустим, у нас есть 100 человек. У них есть какой-то средний рост. У них есть какая-то дисперсия. Мы можем посчитать, с какой вероятностью от среднего отличается человек. Дальше. Мы берем людей 30 ростом 1,85 м. И 30 людей мы берем ростом 1,60 м. Это 1,55 м. Они у нас на грани-то будут принадлежать к одному единому распределению? Если они меньше, чем 0,05, то значит распределение различается. А если нет, то... Значит, они будут принадлежать... Они будут принадлежать... Да вот нельзя. В этом-то и дело. То, что вот нельзя вот такие вот выводы делать из-за того, что вот значения различаются. Ну и что? Это просто случайность. То есть никаких нельзя будет. Это была бы случайность, если бы она не повторялась на каждом из разбитий. Ну я говорю, что вот эти вот числа, они ни о чем не говорят. Хорошо. Давайте ведем с вами поправку Бонферони, и мы увидим, что говорят. Вот если вам хочется конкретные числа, вот Бонферони... То есть поправки, то есть поправки, они только ухожатые из больших задач. Не, поправки... Как раз, нестабильно было, что в седах на конкретных раздвинениях очень большой разброс был. Я вот как раз в этом докладе говорил, что я могу анализировать разброс моделей на конкретном фолде с разными седами. Я выбирал те модели, у которых разброс был меньше. То есть на модель стабильность я показывала на конкретных фолдерах. То есть у нас фолд паблик, фолд и лайт. Я выбирал такую модель, которая на красном фолде вела себя хорошо. То есть неважно, вы видите, на два порядка она тоже всегда хорошо вела. Безусловно, это имеет смысл. То есть вы-то не проверили это, и возможно, просто модель была плохая, а не адмиграторы плохие? Смотрите, я не претендую на то, что у меня была замечательная модель, которая не победила, потому что злые организаторы мне все подпортили и не захотели, чтобы я выиграл MacBook. Я повторюсь, на что я давлю. Первое, я давлю на то, что мы, к сожалению, применять модель не можем, а хотелось бы, с этим, я думаю, трудно спорить. Потому что с качеством Logos 0.53 заниматься предсказаниями вероятности бессмысленно. Почему? Потому что эта модель не уверена. Она вам будет выдавать предсказания. Вы сами видели, сколько там было ложно-позитивных, ложно-негативных, что вероятность, она ошибается очень уверенно, и либо она просто выдает предсказания порядка 0.48-0.52. В принципе, для того метрика и водится, чтобы оценить, можно применять или нет. 0.53, это чуть выше, чем все по 0.5. Зашлем, будем смотреть. Это первое давление. А второе, то, что очень сильно между собой различаются результаты на привате и паблике у всех на всех моделях и различаются аномально. То есть, вот эти, и вот есть два факта. Какое из этих фактов не соответствует истине? Это тоже грозит перерасти в дискуссию. Еще вопросы у кого-нибудь? Давайте я вот так посмотрю, есть ли они. никто не хочет задать вопрос. Все, все ответы получили. Валер, спасибо тебе огромное. Это шикарно. Я, к большому своему сожалению, прослушал четвертый доклад, но я обязательно его посмотрю на видео. В целом, из всех докладов я вынес несколько идей, очень важных для меня. И я понял, ну, я так, для себя наметил несколько основных направлений, по которым возникли вопросы. Естественно, все задаются вопросом, как мы разбивали выборку. И я обязательно расскажу об этом. Естественно, все задаются вопросом про применимость. Все правильно. Это очень важно, что мы можем или не можем применить эту модель. Кому это вообще надо? И кто мы? Откуда мы пришли? И так далее. И, наверное, я сейчас со своей стороны несколько ответов дам. и я не знаю, как мы можем, я могу поотвечать на вопросы здесь, которые возникнут, или мы можем уже потом перейти куда-то в более дискуссионное, так сказать, пространство, чтобы не записывать никому неинтересные споры, мордобой и там что еще будет. Но, тем не менее, поотвечаю в любом случае. Значит, первый вопрос, действительно, про выборки. на самом деле эту выборку конкретно, это разбиение и конкретно этих людей из общей базы, которая у нас есть, подготавливал я лично. Поэтому вопросы могут быть ко мне напрямую, никаких секретов, ничего не буду утаивать. Значит, единственное допущение, которое мы сделали, это мы выровняли количество больных и здоровых людей в этих выборках. И на самом деле изначально эти распределения не сильно отличались друг от друга, поэтому нельзя сказать, что это прям очень большое допущение. Но поскольку при обсуждении с Mail.ru и с Ильей мы решили, что все-таки это более-менее такой датасет в каком-то смысле, то есть это история скорее для новичков, чем для таких прям продвинутых профессионалов, мы решили, что сбалансирован датасет, почему бы не сделать. Все остальные, больше никаких смещений в датасете нету и, собственно, процесс разбиения проходил очень просто. Мы выкинули айдишки изначальные, которые были, я видел в чате, обсуждали, очень активно нужно ли использовать айдишки. И те айдишки, которые изначально были в базе, возможно, действительно сыграли бы какую-то роль, но мы их сразу выкинули. Первое, что я сделал, NumPy Random Shuffle. 100 тысяч записей, первые 70 тысяч после этого пошли в трейнсет, а оставшиеся 30 тысяч пошли, соответственно, в private и public. Второе, что я сделал, NumPy Random Shuffle на 30 тысячах записей и точно так же первые 10 тысяч пошли в public и 20 тысяч пошли в private. Действительно, как многие заметили, если бы мы сделали чуть больше аналитики и, например, обучили бы линейную регрессию и проверили, насколько скачет качество на разных выборках, то можно было бы добиться более гладкого распределения, но с моей точки зрения это не совсем честно, потому что в каком-то смысле это переобучение распределения датасета на результаты регрессии. Это очень странно. И формально говорят, что у вас байс на двух разных выборках разный, но при этом выборки взяты из одного распределения, ну, в этом ничего плохого нет. То, что вы бились за четвертый знак, а байс оказался во втором знаке, это, конечно, может немножко демотивировать, но при этом понятно же, что этот байс был у всех. И если вдруг на private вы можете показать результат лучше, чем ваш коллега, потому что у вас модель лучше, ну, точнее, на паблике в смысле, то на private очевидно, лучшая модель тоже должна показать, потому что распределения одинаковые. Вопрос в том, насколько они одинаковые, это очень тонкий вопрос, но здесь я бы хотел ко второму пункту перейти. Что значит LogLoss 0.54-0.53? Что это вообще такое? Уже объясняли, что, Валера, собственно, объяснял, что LogLoss важнее, чем Accuracy по понятным причинам, но, допустим, мы предсказываем всегда 0.1. В каком случае мы получим такого порядка LogLoss? Когда мы аж угадываем с точностью типа 58%, может быть 57%, может быть 58%, и между 0.53 и 0.54 разницы нету. В процентах разница практически нулевая. То есть нет разницы, ну, там, какие-то доли процентов, конечно, будут отличаться, но по сути такого порядка LogLoss говорит, что вы с 58% точностью угадываете, болеет человек или нет. Это может показаться не очень хорошим отличием от полного рандома, если не учитывать один важный факт. Когда мы смотрим на данные из поликлиники, мы видим людей, которым врач проставил галочку болен, и мы не знаем, сколько еще не больных, сколько еще больных, которым он не проставил, потому что ошибки первого и второго рода, они свойственны не только моделям, но и людям. И если с нашей точки зрения, если вдруг модель говорит, чувак, ты болеешь, а у врача не стоит галочка, это как раз тот самый повод взять этого человека на более тщательное обследование. И нет ничего удивительного в том, что был у некоторых моделях большой false positive rate, потому что действительно, если это какие-то там тонкие нюансы, которые врач при первом осмотре проглядел и не записал в карточку, ну вот вам, пожалуйста, вот модель сказала перепроверьте, и это, собственно, и есть применимость модели. Понятно? Примерно то же самое можно сказать про false negative, потому что на самом деле, ну, иногда врач пишет, что человек болеет, а на самом деле с ним примерно все в порядке, то есть он там сегодня, после вчерашнего корпоратива, или что там, кто про три свадьбы рассказывал, после вчерашних трех свадеб он сегодня пришел, ему поставили что-то не красная рожа, вот это вот все, тахикардия, нет, болеет точно, а на самом деле, ну там, ничего криминального. Опять же, если вы показали, это не так важно с точки зрения спасения жизни, но если вы показали, что у человека, скорее всего, нет заболевания, может ему жить просто легче от этого будет в дальнейшем. Поэтому применимость модели, на самом деле, даже при такой точности, она, в общем, примерно понятна где, как хорошо это будет работать, мы не можем сказать, глядя на эти цифры, мы можем сказать, только потестировав поликлиники в реальной и посмотреть, посмотрев на то, что происходит на самом деле. И здесь, конечно, если это переносить в поликлинику, здесь, конечно, уже будет важно построить такую модель на честных распределениях больных-небольных, потому что сейчас в false positive, возможно, больше перекос, просто из-за того, что чуть больше больных в выборке. Но в целом это понятно. Так, еще вроде что-то было очень важное, я пока это рассказывал, подзабыл. Ну, ладно, давайте я может вспомню, у вас, может быть, есть какие-то вопросы. Давай я поработаю наносительный микрофон. Давай, только включи. Вот это работает. Вопросы есть, я вижу, ребят. А так, ого, давайте, теперь тебе большой, а я буду ходить с маленьким, мне тяжело на эти вещи. Я не могу, не пошутить. Но сделаю это молча. Так, какое изначальное было распределение на здоровье? Не скажу. Не, значит, что здоровых больше. Да, здоровых, конечно, больше. Более того, здесь смещена выборка, ну, она изначально так, смещена в поликлинике в сторону более возрастных пациентов, ну, это как бы естественно. Но, тем не менее, да, мы ее немножко скосили в сторону большего заболевания, то есть изначально их меньше. Сказали. А с 0406, какое дело 0101? Я понимаю, о чем ты говоришь. Я не могу тебе ответить на этот вопрос точно, просто потому, что это популяционная выборка Казахстана, поэтому, ну, так, еще вопросы. Расскажи, пожалуйста, какие у вас были ожидания по результатам или какие-нибудь у вас были бенчмарки ваши? У нас были ожидания по результатам. На самом деле, я надеялся на чуть лучшее решение, но ровно потому, что мы простым G-boost показали практически то же самое. Ну, то есть там разница качественная, но тем не менее не на порядок. Вот. Однако нам изначально было понятно, что для прям совсем хороших моделей, вот, кстати, как тоже Валера говорил, действительно, можно добавить некоторый набор относительно простых тестов. Здесь мы скорее уперлись в техническую возможность. Опять же, мы обсуждали с Ильей очень многое, что если мы дадим там, условно говоря, кардиограммы, то справятся ли ребята с тем, чтобы написать рекурренточки и погонять все, пообучать, как много это будет занимать времени, как хорошо вообще повлияет, не повлияет. И нам самим еще нужно убедиться в том, что мы при этом ничего не слили лишнего. У нас есть дополнительные данные, естественно, и про это я тоже, вот, про это я тоже хотел как раз сказать, что на самом деле действительно взять нагрузочный тест на человеке сделать, спросить его, как здоровье у мамы, есть ли у кого-нибудь сердечно-сосудистые заболевания и так далее, для врача может занять там, ну, типа 5 минут. На 100 тысячах людей 5 минут превращается в 500 тысяч минут, и это уже определенное количество денег стоит, очевидно. и какой будет уровень шума, если вы все обратили внимание на то, что самым здоровым был иногда пьющий, иногда курящий человек, насколько верны ваши предположения о том, что человек, у которого не очень быстро восстанавливается сердечный ритм, на самом деле болен? Может быть, эти данные вам ничего не дадут? Это открытый вопрос. Понятно, что больше данных лучше, чем меньше, с этим сложно спорить, больше тестов почти наверняка дадут лучшее качество, но реально их стоимость этих данных непонятна. Сколько мы потратим на то, чтобы их получить, примерно понятно, сколько они принесут пользу, не очень понятно. Еще, может быть, кто-то хочет попросить? Да? Нет? Нет, никто? Артур, а ты сам доволен? Да, я на самом деле доволен больше процессом, чем результатом, но результат достаточный для того, чтобы мы могли сказать глуху. Будет ли приема какого-нибудь решения стоп-10 в том, что вы делаете? Почему стоп-10? Хорошо, и стоп-100. Сто-13. И стоп-128. Вот еще вопрос, я пойду прогуляюсь с микрофоном. Как человек от продакшен, и всем нас интересует, расскажи, вот у тебя есть вот эта боль от стега не от моделей третьего уровня? Нет, нету. Сказал он и заплакал. Вижу еще вопрос. Я разобью вопрос на Михаила. Мы же понимаем, что применимость решения продакшен очень полезна, но просто по причине сложности. То есть, на что делается в городе? Наверняка вот это что-то, что нужно легко доотключить, и не нужно на это тратить еще 10-20 лицей и проверить, и так далее. Я думаю, вопрос это примерно понятная история. У нас те модели, которые реально сейчас работают, очень сильно варьируются в сложности. У нас есть задачи, как и у всех, которые, в принципе, можно с небольшой натяжкой считать решенными с помощью логистической регрессии. У нас есть задачи, которые решаются честными нейроночками. У нас есть задачи, которые логистической регрессии не решаются в принципе, но решаются хотя бы какой-то глубины нейронной сетью. И действительно между ними видна большая разница. И у нас на самом деле практически нигде нет стекнутых XGBoost-моделей, как вы любите, но в качестве бейзлайна мы, естественно, используем эти алгоритмы. Это всё вопрос, на самом деле, такой исследовательский. Ты берёшь, пробуешь, смотришь, если у тебя растёт эффективность существенно за относительно небольшие затраты по времени обучения или предсказания, значит, берёшь и используешь. Если не растёт, ну так… Может быть, кто-то ещё хочет что-то спросить? Может быть, кто-то хочет спросить что-то у меня? Когда следующий чемпионат? На самом деле, отдохните. Немного, пожалуйста, и мы немного, пожалуйста, отдохнём, потому что мы сейчас, минутка рекламы, мы запустили Хайлоуд Кап, и Хайлоуд Кап не выдерживает нагрузок сейчас. У нас с этим нужно что-то делать, у нас впереди мини-АИ Капс, технокубок, АИ Кап, и финал РССИ, и, в общем, много-много всего у нас на эту осень, не все её переживут, и те, кто не переживут, будут счастливее те, кто переживёт. Поэтому я думаю, что месяца полтора-два, не раньше, будет следующий конкурс. Пока что можно пойти порежать САС, очень хорошая, профессионально сделанная площадка. Пожалуй, если кто-то ещё хочет спросить что-то, Артур, или у меня, то задавайте. Если нет, то давайте потихонечку закругляться. Я думаю, что мы отлично пообщались, будем делать это на регулярной основе. Ну, тогда, пожалуй, всё, и Артур, тебе огромное спасибо, я очень прошу.